Соединенные Штаты Америки ставят во главу всех процессов на Южном Кавказе именно Азербайджан. Это подтверждает поздравительное письмо, направленное президенту Азербайджана в связи с праздником Новрус. Об этом в эфире телеканала CBC заявил политический обозреватель Мурат Саддадинов. В письме отмечалась приверженность азербайджанской стратегии мирного сосуществования с Арменией. В период Второй Карабахской войны Вашингтон держался в стороне от конфликта. На данном же этапе США больше интересуют экономические возможности, открывающиеся в регионе, о чем также говорилось в письме Джо Байдена. Политический обозреватель Мурат Саддадинов считает, что на диалог между Соединенными Штатами и Азербайджаном отношения США и России участницы трехстороннего заявления по Карабаху не повлияют. Азербайджан обладает уникальным опытом выстраивания отношений со странами, которые между собой враждуют. Посмотрите, Азербайджан очень хорошее отношение с Россией, с Ираном, США, Израилем, но при этом у этих стран между собой большие конфликты. Поэтому, исходя из данного опыта, я думаю, что в перспективе Азербайджан сможет решить данные проблемы, если они возникнут, конечно. В то же время определенного плана действий в этом направлении у администрации Белого дома нет, считает депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Он отметил, что Карабахский конфликт решен, но дипломатические отношения между Баку и Ереваном так и не налажены, за исключением положений, оговоренных в трехстороннем заявлении по Карабаху. В многие положения, из которых Армения пытается либо трактовать по-своему, либо саботировать, транспортные коммуникации саботируются фактически. В той части, которая касается вывода всех своих вооруженных сил с территории Азербайджана, в общем, очень своеобразная трактовка со стороны армян идет, совершенно неприемлемая для Азербайджана. И мы об этом прямо говорим. То есть, ну, насколько Соединенные Штаты Америки могут действовать вразумляюще на армян, мне трудно сказать.